Сегодня мы по воле погоды попробуем еще один формат, который, ну, по сути, подкаст, поэтому досмотрите это видео до конца и напишите в комментарии ваше мнение, может быть, это просто знак судьбы, что нужно побольше таких роликов делать, либо, если вам не понравится этот ролик, то перед тем, как его выключить, обязательно напишите в комментариях, почему вы его выключили, что вам не хватило, понравилось, ну, очевидно, что если выключили, то не понравилось, поэтому пишите, буду признателен. Все пошло, как обычно, я собирался ехать снимать видео, только вышел и сразу же пошел дождь, ну, хорошо, что хоть и в лесу он меня застал, как в прошлый раз. На самом деле, в чем суть этого ролика? У меня сломалась машина, и я такой, а как теперь видео снимать, тем более, что я нашел такое замечательное место, где вот в прошлый раз снимал сравнение Армагеддона и Мамбы Фаталити, а тут машина сломалась, я думаю, а как туда ехать, а без кошеринга туда не доедешь, потому что это за городом, хоть при этом там и близко минут 20 на машине ехать. А потом я думаю, а неужели арбалеты покупают только те люди, у которых есть машина? Ну, наверное, нет. И я стал думать, ну, действительно, это же как-то неправильно, поэтому как раз думаю, вот отличная тема, отличная ситуация для того, чтобы снять видео о том, как можно просто с арбалетом, с арбалетом, пистолетом поехать на природу, ведь, ну, в этом же их основная прелесть, прелесть арбалетов, пистолетов. Сходил за чайком? Короче, как вы понимаете, сегодня будет такой некий подкаст на тему как раз-таки арбалетов, на тему арбалетов-пистолетов, да, и в целом предназначение арбалетов. Дело в том, что почему-то практически все российские магазины арбалетов позиционируют, пытаются продавать свои арбалеты исключительно как арбалеты для охоты. И мне кажется, что это такая некая ошибка выжившего, то есть поскольку магазины продают свои арбалеты для охоты, то к ним приходят охотники и общаются с ними, и поэтому у магазина складывается впечатление, что арбалеты покупают только для охоты. Но на самом-то деле это не так, и я, как человек, который никогда не охотился, как бы живое тому подтверждение, арбалеты подходят и для развлечения. Это моя основная мысль, которую я вот постоянно этот нарратив пытаюсь вставить в тех задания, которые мне дают снять про видео. А это типа вот, сними арбалет, что он для охоты. Я говорю, хорошо, но он не только для охоты, поэтому расскажу еще про что-нибудь. И вот сейчас я без машины взял вот этот вот маленький арбалет, засунул его в рюкзак, засунул даже щит в него, кусочек изолона, в который можно пострелять, и собирался поехать повеселиться, потому что, ну блин, арбалет это просто весело. Арбалет это компактность, поэтому вот я взял этот арбалет, это единственный арбалет, который был без приклада. Ну еще моя мамба, но у нее, ну складной вот этот кобраский приклад, но это мамба, собственно, про нее уже было снято миллион видео. Ага, это только, ну по сути, до сих пор еще новинка, и поэтому я хотел взять ее, пострелять, повеселиться. И раз уж у нас сегодня такая немножечко сумбурная история получилась, то давайте еще расскажу вам небольшие какие-то тайны, секреты. Первый секрет, который я расскажу, заключается в том, что Doom Mini и Doom Mini Агрегатор, это разный арбалет. Ну, не совсем, конечно, но агрегатор, это арбалет-пистолет, многозарядный арбалет-пистолет. Такая конструкция арбалета подразумевает под собой некоторые ограничения. И этот арбалет сделали очень мощным, прям дохрена мощным. То есть это, видимо, его делали как многозарядный охотничий арбалет, поэтому у него силы натяжения очень большая. Но при этом по стреле у нас есть жесткие ограничения, мы не можем поставить тяжелый какой-нибудь наконечник, взять тяжелую стрелу. Мы берем только ту стрелу, которая у нас есть, потому что если мы возьмем и поставим там, ну, как-то исхитримся и прикрутим там тяжелый наконечник, то у нас поменяется фок, а стрела сама по себе легкая, и вот эти два пера, они не смогут отстабилизировать нормальную стрелу, и она у нас полетит наконечником вниз вот таким образом, потому что он будет тяжелый. А по идее же у нас как все это работает? Сейчас я вам все расскажу. Короче, как, в принципе, у нас летит стрела. Тетива у нас толкает стрелу, и усилия через хвостовик по всей стреле передаются наконечнику. Наконечник это самая тяжелая часть стрелы. И отсюда у нас и возникает такая история, как жесткость. Ну, это возникает больше на луку, потому что там длинная стрела. Тут короткая подразумевается, что все оно нормально там выдержит. Да и по факту так оно и есть, это вот только на каких-нибудь супер длинных 24-й, там какие-нибудь особенные такие арбалеты, вот там могут быть проблемы с жесткостью. Хотя китайцы зачем-то и на арбалетных указывают. Американцы, например, не парятся на счет арбалетной и арбалетной, и все, и тебя волновать не должно какая-то там жесткость. К чему я это начал-то, е-мое? А, к ограничениям. А ограничение у нас встает в следующем, что если мы возьмем тяжелый наконечник, то он у нас, соответственно, будет 9,8 G, постоянная, все помнят, да? Он будет у нас постоянно пытаться упасть вниз. Он летит вперед, а перья, задача перьев, когда у нас вот стрела, вот так они почти не работают, но стрела встает криво, неважно, от ветра в бок, например, да? Стрела еще крутится, поэтому перья, по сути, всегда как-то работают. Вот. Если у нас стрела будет вбок, то, соответственно, с площадь перьев вот сюда попадает ветер, они выравнивают. То же самое и вниз происходит. Если у нас стрела летит ровно изначально, то она практически не тормозит. Если она у нас вот так начинает наклоняться, перья включаются в работу и пытаются стабилизировать стрелу. Они сильнее тормозят. Прям видно, что, да, она парусит. Если так, то никакого влияния ветер не оказывает. Так вот, поэтому мы, по сути, ограничены только теми стрелами, которые у нас есть. Это легенькие стрелы. И проблема тут в том, что она не забирает до конца энергию, которую накапливает этот арвалят. И поэтому у нас остается много лишней энергии, которую как-то куда-то нужно деть. И если вы стреляете из традиции, то вы прекрасно знаете, куда можно деть остаточную энергию. Именно поэтому на традиционных луках есть жесткие требования к тетиве. Если на классических блочных луках все с этим просто и бери практически любую нитку и плети, то вот на традиции, на классике до сих пор говорят из какой-нибудь B-50, ну максимум фастфлайт и то на тоненького, как говорится. Потому что эти нитки тянутся. И поэтому же, кстати, фламанки используют на традиционных луках вместо бесконечной петли частенько. Потому что они как раз амортизируют хорошо выстрел. Короче говоря, все это делается для того, чтобы после выстрела у нас тетива немного растягивалась. Однажды была такая история, ко мне пришли, сказали, сколько будет стоить сплести тетиву, я еще в магазине тогда работал, я назвал им цену. Сказали, дорого, ладно, мы пойдем к другому. Это был дилер наш. Сплели и там через недельку приходят снова с этим луком и говорят, проблемка у нас теперь. После выстрела стрела вылетает, а тетива слетает. Как так? Сплели, типа, вот самую дешевую тетиву. И это там был, ну даже не фастфлайт. Там, я не знаю, что за нитка была, наверное, B-50 какой-нибудь и был. Ну, короче, начали разбираться. Я на телефон поснял всю эту историю, он у меня... Я когда телефон покупал, я специально для лычных дел купил его, чтобы он снимал 960 кадров в секунду. Короче, вместе с видео, вот сейчас вы можете увидеть, что происходит и почему слетает тетива. Дело как раз-таки именно в этом. Мы стреляем, стрела вылетает и остаточная энергия у нас растягивает тетиву. Тетива у нас слетает с блоков и обратно она уже стягивается. Она же временно деформируется, потом обратно, как вот резинка стягивается. И она уже просто не попадает в блок и поэтому все разлетается. А я напомню, что агрегатор даже мощнее, чем обычный Doom Mini. И куда одевать всю эту энергию? Инженеры Бирхантера придумали очень изящное решение. Это агрегатор. От оси до оси 23,5 сантиметра. Крышелан, я думаю, вы мне поверите, мне нет смысла, да? 23,5 сантиметра. Обычный Doom Mini. 22,5 сантиметра. Вот так-то. Они сделали более сильные планки, но и более длинную тетиву. Потому что чем она длиннее, тем она более упругая. Но главное, что планки теперь хоть и запасают энергии больше, но сгибаются при этом меньше. И поэтому при, казалось бы, одинаковой конструкции, вроде и планки одинаковые, вроде и блоки одинаковые, но арбалеты получились разные. Поэтому, когда вы будете заказывать себе тетиву, обязательно позвоните прямо в Бирхантер и говорите, у меня Doom Mini обычный, мне нужны на него веревки. Или у меня Doom Mini многозарядный агрегатор, мне на него нужны веревки. Потому что, если вы поставите от обычного Doom Mini на там агрегатор веревки, то арбалет будет стрелять. Он будет даже еще мощнее, но долго он у вас не прослужит. Выстрелов 20 и ваш арбалет закончится. Ну что ж, следующий секретик, про который я вам расскажу, будет про безопасность. Итак, смотрите, у нас есть арбалет и мы хотим его взять с собой. Что мы должны сделать? Ну сейчас, в таком состоянии, этот арбалет может вести любой человек. Он взводится. Но! Тут есть небольшая затайка, тайник. Как она называется? Секретка! Но тут есть небольшая секретка. Если мы возьмем и вот сюда вниз скрутим болтик на максимум. Вот таким образом, то никто, товарищ в форме, например, просто не сможет ввести этот арбалет. Потому что этот болт фиксирует натяжитель. У меня он выкручен, потому что, ну, мне оно не надо. Я обычно на машине на нем катаюсь. У меня документы есть на эти арбалеты и не переживаю на этот счет. Но вот так имейте в виду. Ну, это вот достаточно, мне кажется, полезная история, потому что, когда вы куда-то едете на дальняк, например, и знаете, что там вас могут остановить, сертификаты, вся история есть. Ну, я бы все равно так бы сделал для того, чтобы сказать, что вот, типа, он там, я не знаю, сломан. Или что он в транспортировочном режиме находится, да? Потому что, ну, из него по факту нельзя стрелять. Мне кажется, его вообще там нельзя взвести даже руками без встроенного натяжителя. Поэтому, мне кажется, что это вот прям достаточно хороший вариант предохранителя. Так вот, я вначале немножечко коснулся про мощность. И вот если бы этот арбалет был не таким мощным, то лично для моей задачи он бы подходил больше. Хотя я на самом деле понимаю стратегию производителей, почему все стараются сделать как можно мощнее истории. Потому что, да вот, когда я работал в магазине, просто каждый первый приходит. И, да, я там пауэрлифтингом занимался, мастер спорта по легкой атлетике, по тяжелой атлетике, по гачи-мучи и прочим. Дайте мне самый тяжелый лук или арбалет. Зачем? Да, просто пострелять. Ну, вот человек так устроен, это какая-то такая мужская натура. Да и что греха таить, я сам такой же, да? Когда бы, ну, распробовав всю эту историю, понимаешь, что, но оно не надо. Ну, если ты не собираешься ходить, если не понимаешь, зачем тебе нужна эта мощность, оно не нужно. Человеческий организм, он же так же устроен. Любой может раскачать свое тело прямо, чтобы халком быть. Но если ты не тренируешься, твой организм понимает, что это лишняя затрата энергии. И поэтому он все это, все эти мышцы потихонечку сдувает. И с мозгами примерно такая же история происходит. Поэтому я как бы согласен с эволюцией. Лишняя мощность, она не нужна. Потому что это сложнее взводить арбалет. Потому что это сложнее стрелы доставать. Сложнее найти просто щит, в который ты сможешь пострелять. Но при всем при этом, если вы ставите своей задачей что-нибудь разрушить, что-нибудь взорвать, вот всякие такие штуки. То есть это не спортивная стрельба. То тогда да. Тогда, безусловно, надо покупать самый мощный арбалет. И тогда он принесет вам гораздо, гораздо больше удовольствия, чем слабенькая пукалка. Но иногда, когда вы сидите у себя на даче и стреляете просто по щиту, то и слабенькая пукалка может вполне себе принести гораздо больше радости, чем какой-нибудь сильный арбалет. Теперь что касается многозарядности. Это прикольно. Это хорошо. Мне нравится. Но, как я уже говорил, есть свои какие-то нюансы. И есть нюансы с физической точки зрения. Об этом я рассказывал вот несколько роликов назад. Можете посмотреть по... Где, где, нет, не тут. Вот тут по ссылке в описании или вот в этом уголочке. Ну и также есть психологическая история. Когда ты стреляешь с магазином, ты стреляешь именно магазином. То есть ты не мыслишь категориями. Вот каждый выстрел, это отдельный выстрел. Все выстрелы как один. Там вся вот эта вот история, как вот учат спортсменов. Да, ты мыслишь именно сейчас. Я в магазин бахну. Сейчас еще в магазин бахну. Вот тут две стрелы осталось застрелять. И поэтому ты, ну, как бы собираешься психологически не на выстрел, а на магазин. Ну, лично у меня, по крайней мере, так. Я вот просто недавно вспомнил всю эту подготовку. Как меня муштровали, когда я был профессиональным стрелком. Я в свое время профессионально застрелял с классического лука. Я был в сборной Москвы. И на России там какие-то места занимал. И вот я понял, что когда ты стреляешь из обычного, например, тума-мини, где-то каждую стрелу вкладываешь, там у тебя голова работает немножечко по-другому. Когда ты стреляешь из многозарядного арбалета, немножечко по-другому. Не скажу, что плохо, но просто по-другому. Задачи разные, и разные задачи эти арбалеты выполняют. Так что так, такой вот необычный, достаточно короткий ролик сегодня получился. Надеюсь, вам он понравился. Если да, напишите что-нибудь. Если не понравился, то тоже что-нибудь напишите. Прям так и пишите. Мне не понравилось, все плохо рассказываешь и вот всякое такое. Потому что, ну, мне важно ваше мнение. Я могу свою энергию транслировать с помощью разных форматов видео. И вот это один из них. Если у вас есть какие-то вопросы, или вы, так сказать, хотите подтянуть меня за базар, то, пожалуйста, опять же, пишите в комментариях, что-то интересное будет. Обязательно отвечу. Если думаете, что я где-то не прав, тоже пишите, разберемся. Может быть, у нас вот такой вот совместный ролик в следующий раз и получится. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok